Доброе утро, дорогие друзья! Мы с вами одна церковь в разных регионах. Новороссийский христианский центр сегодня приветствует вас. И, следуя совету старших служителей, сегодня давайте почитаем из книги притч. Сегодня 29 число, 29 притча, 18 стих. Там написано «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Мы с вами так устроены, дорогие друзья, чтобы желать, хотеть быть счастливыми, быть благословенными Богом. И, на мой взгляд, мудрый Соломон здесь показывает нам путь, он открывает нам направление, которое следуя которым мы с вами можем быть счастливыми, можем быть блаженными. Знаете, во все времена и тогда и сейчас народ Божий нуждался в Слове Божьем, нуждался в толковании, разъяснении, в водительстве Божьем через Слово, через закон. Тогда он делал это через своих пророков, сегодня он делает это через своих служителей, помазанных людей в церкви, направляя и давая направление, указывая, показывая волю Божью через разного вида ресурсы, через проповеди, вот конкретно через духовные завтраки. Бог сегодня делает это. Для чего он это делает? Да все очень просто, дорогие друзья, чтобы народ Божий, чтобы церковь Божья, она была Вадима, Вадима Духом Божьим, а не как, знаете, необузданный конь, двигалась сама по себе куда захочет. Сегодня Бог говорит, говорит своей церкви и направляет ее, направляет через Слово Божье, направляет через исполнение Слово Божьего. И когда мы начинаем это делать, когда церковь послушна Богу, послушна Его Слову, то тогда это принесет, приносит в нашу жизнь ту счастливую, что ли, нотку, то счастливое благословение, которое Бог хочет для своего народа. Я благословляю вас в этот день, дорогие друзья, чтобы вы были послушны тому, что говорится в церкви, тому, что проповедуется в церкви, вот этим духовным завтраком. И пусть это будет для вас как благословение, чтобы каждый из нас, кто сегодня в церкви, он был Вадим, Вадим Духом Божьим, Вадим Откровением Слова Божьего и был счастлив. Я благословляю вас в этот день. Всем хорошего дня во имя Иисуса Христа. Аминь.